Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и это вновь Сайберика, и сегодня я буду проходить еще одну сюжетную миссию, где мы должны будем попасть в архивы и скачать необходимые данные по жене этого сумасшедшего, которого, блин, я забываю, как его зовут, сейчас вот вспомнил, Кея, короче. Как вы уже заметили, все шмотки, которые на мне надеты, они не имеют прочности, поэтому я сейчас одену вот эти красные штанцы, далее куртенку, которая мне выпала, насколько я помню, из вендингового автомата, который у нас находится вот здесь, по-моему, он вендинговый, да, взломанный вендинговый аппарат. Окей, что мы возьмем? Вот так я буду ярко, короче, выглядеть, потому что здесь все на максималках, 88 защита у куртки головореза, далее у нас штаны головореза, 66 защита, и уплотненные кроссовки защиты 31, плюс скорость бега они добавляют. Ну, короче, классно я очень ярко выгляжу, далее мне надо взять на миссию, на миссию лучше всего брать, конечно, максимальное количество здоровья пополняателей, в данном случае я возьму жвачку и обезболивающее, а я обезболивающее называл, и на умане тоже этот момент подчеркнул, он также называет, ну, бывает, бывает, я себя не считаю громотеем, у меня по русскому языку была тройка, твердая тройка. Что ж, наверное, возьму еще бинты, бухлишко, абсорбенты у меня имеются, в крайнем случае, когда буду использовать щит, то у меня будет возможность снизить интоксикацию. Итак, значит, закидываем это сюда, или давайте, наверное, все-таки поменяем бинты на обезболивающее. Так, окей, все это закинули, теперь по стволам, я запасливый, но не такой запасливый, конечно, как ноу-мани, у него там просто куча всего. Так, возьмем, короче, автомат, я не знаю, какие там враги будут, вообще не знаю, что меня там будет ждать, поэтому берем прям по максималкам. Мне выпал в предыдущем видео, где я задонатил разработчику, так скажем, поддержал, но, естественно, разработчик получает не весь донат, который вы отправляете, там 30% отчисляется Apple, а все остальное получает сам разработчик, насколько я знаю. Так, что я еще возьму? Наверное, больше ничего брать не буду, просто вам покажу, сколько у меня тут чего. Я еще, кстати, лицензию на оружие Б получил и карта лояльности Сильвер. В следующих видосах, скорее всего, покажу, для чего они нужны, что это вообще такое. Так, давайте используем одну жвачку и погнали на миссию в эти архивы, посмотрим, что меня там ждет. Вот, рекомендуемый уровень здесь пишется 18, но я вообще на это не обращаю внимания, потому что даже при низком уровне сложности вас могут в легкую завалить, если особенно там пару автоматчиков появится, у которых имеется щит. Это у нас видео из разряда прохождения, то есть тут я только одну миссию прохожу. Если вам интересны прохождения, допустим, таких локаций, как дворы, притоны, до трабла я еще не дошел, обязательно пишите в комментариях. Итак, локации плюс-минус, конечно, не особо отличаются сейчас по обновлению. Насколько я знаю, обнову уже близко, потому что жила группа ВКонтакте, комьюнити-менеджер или кто там размещает всякие посты, в последнее время достаточно активно себя ведет. Ну, смотрите, здесь чуваки, в принципе, такие легенькие, я смотрю, и пока что я с ними справляюсь. Но, так скажем, это всего лишь начало. Посмотрим, что будет дальше. Обязательно не забываем перезаряжаться. Я всех хочу развалить. Пока здесь вообще, я смотрю, они... А, нет, этот челик у нас с дробовичком. Так, давай перезаряжусь. Ствол, конечно, шикарно отбавляет. Я вообще не вижу в игре никакой пользы от дробовиков, потому что они вообще бессмысленные. Всего лишь 4 патрона, а у этого ствола 9 патронов и значительно больше урона он наносит. Ну, мне вообще нравится сочетание цветов черный с желтым. И здесь он хорошо смотрится. Так, мы можем сразу же вот это перекинуть сюда. Применим. Отлично. Здрасте. Перезарядочкой. Даже перезарядочкой. Слушайте, я слишком, короче, запасся всяким лутом для прохождения этой миссии. Можно было, мне кажется, и попроще все сделать. Обязательно надо, короче, все здесь посмотреть комнаты. Все, лишнего стреляешь, мужик. Я, да, иногда забываю отпускать кнопку стрельбы. Вот даже против этих громил шикарно просто работает этот пистолет. Так, вот сейчас можно врубить, короче, щит и погнали вот этих валить. Два буквально, по-моему, удара или выстрела и щит спадает. Дальше уже вы получаете полный урон. Так, окей, передвигаемся дальше. Что тут? Кто тут? А? Ты? Ты тут? О, здесь уже чувачки с автоматами поперли. Сейчас, подожди. Так, мы сейчас немножко интоксикацию понизим. Давай, перезарядочка. Соберем. Ну, здесь чувачков. Чувачков много. Опа, опа. Вот в таких случаях это, конечно, самое страшное. Все. Данный автомат, к сожалению, только за донат доступен. Так, надо шоколадочку съесть. Можно еще это выпить. И давай конфетки все спорим. И заберем скотч. Так, здесь снова у нас, короче, серверный. Блин, вот локации плюс-минус на самом деле друг на друга похожи. Так, давай. Заберем заряд у него. Используем бинт. Здесь, блин, тоже вот... Что-то я запасливый, реально. Давай вот так сделаем. И заберем. Короче, мы здесь должны вроде как найти данные о жене этого самого. Так, давай отбежим. Иди ко мне, мой дорогой. Не, автомат, короче, тема классная. Но, блин, труднодоступная. Вообще легкая миссия оказалась. Я что-то слишком... Прямо запался. Потому что была миссия с Люциусом. И там я всрал, конечно. Потому что не подготовился. Не ожидал, что вот такой накал страстей будет. Ух ты. А что это у нее за ствол такой прикольный? Тоже, короче, автомат. Вот, блин, жаль она его не дает, нифига. Так, давай мы все закинем. Перезарядочка. Очень много здесь серверов различных. Ну, понятно, это архивы все-таки. Так, я туда пока что не пойду. Хотя, подожди, мы можем, наверное, переместиться. Я в другую еще дверь не ходил. Возьмем сейчас пистолетик. Это тоже один из моих любимых. У него, в отличие от обычного пистолета, 15 патрончиков имеется. Так, где-то, где-то, где-то... Не, не здесь. В предыдущей комнате у нас есть возможность... По-моему, в другую сторону пойти. Хотя могу ошибаться. Где-то я видел, как будто бы у нас дверь... Во! Вот сюда, короче, не заходил. Давай. Так, отлично. А, тут у нас как раз вон этот... Имеется ящичек, который я буду взламывать. И заодно покажу, как я уяснил информацию, которую мне как раз сообщил Ноумане, как взламывать вот эти все ящики. Я надеюсь, здесь ящик не нового уровня будет. А то я могу жестко всраться, конечно. Так, ты чё, чувак? Кредиты, окей. Ну, посмотрим. Надеюсь, ты первого поколения, чувак. И так, смотрим, смотрим, смотрим. Ага. Один, два, ноль. Один, два, ноль. Красавчик. Короче, я планирую сделать прям коротенький гайд о том, как взламывать вот эти ящики, по крайней мере, первого поколения. Всё реально просто. Дело в том, что надо было в самом начале, когда я только начинал играть в Киберику или Сайберику, надо было внимательно почитать, как взламываются вот эти все ящики. Всё реально просто, вот прям как три копейки. Если у вас есть вопросы по взлому, обязательно ставьте большие пальцы вверх и пишите об этом в комментариях. Я замучу коротенький гайд. Там реально вот видос, наверное, на секунд 30 может получиться. Так, окей. Вот, к сожалению, здесь, наверное, нету такой функции. Сейчас я хочу просто проверить, могу ли я, допустим, сделать вот так вот. Нет, не могу. Я хотел просто в тачку скинуть вещи, потому что места в моих карманах и рюкзаке практически не осталось. Надо было инъектор карго, короче, использовать. Но я что-то не ожидал, что на этой миссии вот так много лута будет. Так что, если вы вдруг ещё не проходили её... То можете инъектор использовать, чтобы максимально отсюда извлечь пользы поиск. Ви... Виви Дивера, вот она. Так, женский, 36 лет, директор компании Виви Систем. Связь с Кеем Поксманом. Были женаты с 2082 по 2084, всего два года. Два года? Похоже, что у нас всё не очень хорошо срослось. Связь Макана Биотех и Виви Систем. Виви Систем была основана в 2082 и долгое время сотрудничала с Макана Биотех. После развода Поксмана и Веры, Виви Систем начала агрессивную стратегию и вытеснила Макана Биотех с рынка. Вот такие тут прям подробности. Похоже, что Вера основала свою компанию на твоих успехах. Может, это тебя и взбесило? А когда она отобрала у тебя всё, ты прикончил себя. Я не знаю, нужно убедиться самим. Как найти её? Поиск местонахождения. В Виви Ди редко появляется на публике, однако сейчас её компания занимается открытием новой станции связи XG на 12 авеню. Пора уходить. Добро, добро. Ещё кое-что. Макана Биотех, глава отдела научных разработок. Давайте узнаем. С 2074 года и до закрытия корпорации главой учёного отдела является доктор Айрон Вельт. Что ты делаешь? Это не входило в наши планы? Айрон Вельт. Местонахождение. В данный момент доктор работает в клинике Лайон. Skip Town. 34 улица, здание 12А. Не знаю, что за игру ты затеял, но предупреждаю. Только ссунься туда, пожалеешь. Чё ты мне сделаешь? Так, 2000 опыта, 2000 кредов и чё-то там в доставку. Да, я, кстати, выполнил задание. А мне некуда всё равно положить. Окей, пусть в доставке висит. Блин, конечно, реально надо было инъектор карго использовать. Но я вот чё-то... Подожди. У нас тут ещё дверка есть. Как я мог её пропустить? А здесь вас больше. Ну ничего, я думаю, я с ними сейчас быстренько справлюсь. Так, окей. А, здесь ещё один, короче, есть ящичек, который мы можем взломать. Давай-ка я применю щит. А, вы прям так можете, да? Так, заберём у тебя зарядик. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Чё-то я тебя, чувачка, пропустил. Горы трупов. Блин, места нету, собака. Ну вот скидку я просто думаю, что она мне пригодится. Вдруг чё-то там полезное. Так, скотч можно нафиг выкинуть. Пусть будет у меня бинт. Бинты хорошая штука. Так, ну и давайте ещё один ящичек взломаем. Блин, если б знал, я бы, конечно, с собой взял инъектор карго. Итак, смотрим. Чё у нас здесь? Не вижу, не вижу, не вижу. Блин. Ага. Ноль. Один, два, что ли? Офигеть. Вообще лёгкий, короче. Так, а можно два? Нет, нельзя. Так, ну окей. Чё можно ещё выкинуть? Ну, фиг с ним, давайте от шоколадки избавлюсь. Возьму лучше эту скидку. Леденец мне не нужен. Ну, давай обратно шоколадку возьмём. Просто у меня, в принципе, с ресурсами проблем нет. Батареек мне не хватает. Окей. Так, чё у тебя там оставалось? Блин, вот эти штучки тоже, конечно, нужны для починки стволов. Ну, слушайте, нормально вообще налутался, блин. Жаль, вот инъектор карга не использовал. Как я понял, ещё есть несколько видов этого инъектора. Какой-то добавляет там, допустим, пять ячеек, какой-то добавляет в разы больше ячеек. Типа у них есть всё-таки ранговая какая-то система. Там легендарный, эпический, редкий. И то есть вот можно все вот эти ячейки, 25 штук, полностью разблокировать. Так, а, здесь я, подожди, был. Ну, давайте ещё разочек посмотрим. Потому что, да, здесь можно вот так сделать. Сейчас мы ещё вот так сделаем. Заберу я эту жвачку всё равно вот. Всё. Нормуль. И можно валить отсюда. А дальше я снова, короче, буду по притончикам ходить, собирать ресурсы и так далее. Так, смотрите, клиника доктора Айрона Вельда. 20 уровень, то есть, блин, типа сразу сюда надо переходить. Ну, давайте прогуляемся. Блин, на самом деле, наверное, не надо было мне туда прям идти. Последний шанс, возвращайся. Просто сделай работу и я оставлю тебя. Не, чувак, я уже это... Хочу точно убедиться. Опа. Что за... Я предупреждал. Где? Пришлось запереть тебя в твоей же голове. И ты останешься здесь, пока не начнёшь меня слушать. Чёртов психопат, выпусти меня сейчас же. Нет, пока ты не начнёшь делать, что я скажу. Прекрасно, значит, я найду выход без твоей помощи. Ух ты. Прикольно. А, мы против него же, короче, фигачимся. Но он нам никакого тут этого не будет давать. И он без автоматов всяких. Просто исчезает. Ладно, хоть я тут это... Набрал всего потихонечку. А может не... Ой, офигеть, тут лабиринт. Весело девки пляшут. Так, давай-ка мы это... Здоровье будем пополнять. Да ты офигевший какой-то. Ну, я думаю, здесь ничего сложного не будет. Наверное. Я, в принципе, по карте вижу, как чё перемещаться. Короче, Кей не совсем доволен. Тем, чем я сейчас занимаюсь. Так, ну мы сейчас выведем отсюда. Всё, давай перезаряжаемся. Хорошо, что я стволов побольше взял. Здесь уже их трое. Ну ничего, я с вами тоже, чувачки, справлюсь. Всё нормально. Так. Он реально в голове нас запер. Ага, здесь я не пройду. Давай. Иди сюда, мой хороший. Так, сукей. Слушайте, прикольная локация. Давай врубим всё-таки щитец. Чтобы они поменьше мне урона наносили. А то навтыкают и завалят ещё, блин, меня. Так. И это, наверное, последний. Ну чё? Твоим копиям конец тебе. Конец. Ты думаешь, это всё, что я могу? Твой кошмар только начинается. И мы, короче, опять куда-то... Да ты чё? Я затащу тебя в самую глупь твоего разума. Заставлю блуждать в темноте. Тогда я найду свет. Да ладно, блин. Ладно, хорошо я... А, он, короче, карту мне не показывает. Блин, здесь придётся долго блуждать. Окей. Ого. А чё-то у меня с жизнью начали просто так отбавляться. Так, окей, чувак. Офигеть. Ну, сейчас я надеюсь, я правильно иду. Чё-то их тут многовато прям. А, типа туда прям... Когда я в свой рюкзак залезаю, он не даёт мне долго там находиться. Жесть. Слушайте, это не весело. Я так полагаю... Опачки. Это не прикольно, пацаны. Я надеюсь, мне хватит моего арсенала, чтобы пройти эту миссию. Если мы встречаем копию, значит, я иду в правильном направлении. Но жизни у меня также отбавляется. Всё, я надеюсь, мы уже близко. Мне игра реально напоминает фильм Upgrade. Кто не смотрел, обязательно гляньте. Ну, я свет нашёл. Пошёл в баню. Да, здесь можно много, короче, жизней потратить. Так, окей. Жесть. Либеринты какие-то прям. Опа, здесь тупик у нас. Так, не забывайте. Надо жизни ещё пополнять. И ведь они никаких ресурсов, ничего не дают. Ни здоровья пополнить. Вообще ничего. Надеюсь, хватит мне. Эх, надо было перезарядиться, блин. Офигеть. Слушайте, ну это жёстко. По-моему, здесь надо, да, идти? Да. Такс. Ну, здрасте, здрасте. Так, жизни, жизни начали отбавляться прям сильно. Так, а может, я правильно шёл? Здесь, мне кажется, тупик. Или нет? Тупик или не тупик? Нет, вроде всё правильно иду. Наверное, правильно. Хотя там тоже площадка была. Да, я иду в тупик. Мне надо было идти в другую сторону. Жесть. Жизни кончаются. А здесь не отбавляется. О, здесь попал. А, нет. Это я просто нажал так. Офигеть. Жизнь это заканчивается. Ну, ладно, хорошо. Две единицы, короче, отбавляется. Надо было ехать мне домой. Сохраняться. О, я могу через стены, типа, стрелять, да? Пошёл в баню. Так, всё нормально. Я надеюсь. Я сейчас выберусь уже отсюда. Да, миссия очень долгая оказалась. Перезарядочка. Чё, куда? Офигеть. Здесь долго придётся идти. Ага. Вроде бы я иду правильно. Во. О, отлично. Как тебе удалось сюда добраться? Может, ты и живёшь тут? Но это мой разум. Я создатель в этом мире, а ты всего лишь непрошенный гость. И пора указать тебе на дверь. Так, стой. Куда ты идёшь? Туда, откуда ты появился. Так, а я могу свалить отсюда? Да или нет? А, типа, миссия началась, всё, уже нельзя сваливать. Окей, ладно, хорошо. Так и брить. О, сейчас мы немножко подлутаемся. Так, надо мне бухлишко, короче, закинуть. Ага. Я не позволю тебе пройти дальше. Ты не сможешь меня остановить. Да ты задолбал уже. Давай, открывай, мы должны узнать, что этот чёрт прячет. Так, надо обязательно осматриваться. Чё-то смотрите. А, я ещё, короче, у себя в этом. В мозгу, походу. Да? Так, а чё я здесь не... Нет, не могу пройти, что ли? Значит, мне нужно куда-то вот сюда идти, да. Это я ещё не до конца выбрался, я так полагаю. Из его ловушки. Да. Нет, вернись, пока я не сделал тебе хуже. Офигеть, жизнь отправляется. И он мощнее стал. Давай, давай, чувак. Биток, держись. Всё, перезарядились. Погнали дальше. Блин, у меня может не хватить просто всех моих обезболивающих и прочего. Так, я же могу выйти? Нет, я не могу выйти. Ладно, продолжаем, продолжаем. Хотел просто до дома доехать, сохраниться. Мы всё так же в каких-то там чертогах. Своего разума, мне кажется... Ё-май, сколько здесь дверей, лабиринтов. Так, здесь у нас ничего нет, скорее всего. Нужно направо идти. Блин, а может быть... Нет, всё правильно. Ты не понимаешь, что делаешь. Отсюда ты всем управляешь? Значит, мне нужно уничтожить компьютер, и я снова получу контроль над своим телом. Спасибо, что подтвердил. А вдруг не надо было уничтожать? Ах, чёрт! Так вот, что ты чувствуешь, когда я поджариваю тебе мозг? Быть может, я не могу выбросить тебя из головы насовсем, но я найду того, кто сможет. А пока советую успокоиться. Всё, короче, да? Поговорить с доктором Айроном Вильдом. Так, а теперь я могу, типа, выйти, да? Окей, давайте мы отправимся всё-таки домой, и с этим доктором я поговорю уже в следующей серии. Ну, слушайте, прикольно, прикольно. Если вам по-прежнему интересно прохождение этих миссий, обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте большие пальцы вверх. Также, если у вас остались какие-то вопросы по игре, можете подписаться на канал No Mania, у него много полезного контента, много советов для новичков. Ссылку найдёте под видео в описании. А на этом всё, народ, с вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока!